Итак, всем большой привет, мои дорогие и любимые. Сегодня для вас будет гороскоп на следующую неделю. Гороскопчик на следующую недельку для вас, для всех. Знаков зодиака. Так, козерожки, мои сладкие, что у вас с любви на следующей неделе, козероги? Королева мечей, да что? Да кто ты говорил? Королева мечей, да что ты будешь делать? Вы просто посмотрите на эту королеву мечей, ну прям я. Одно лицо, ну, нет разу. Только волосы другого цвета. Ну, королева мечей, конечно, карта, которая говорит о том, что что-то вас кто-то взбесит, так нехило. Будете вы, конечно, очень негодовать, что то ли вот ваше какое-то сокровенное желание в плане любви, да, не сбывается, то ли просто, ну, не совпадает все так, как вы бы хотели. В те сроки, в которые бы вы хотели. Здесь вот идет вот эта королева мечей, что меня все бесит, меня все раздражает, почему ты такие безответственные, почему ты вот такой, почему ты так себя ведешь. То есть здесь идет конкретное бешенство. В принципе, те, кто уже в отношениях все должно быть стабильно, и те, кто переживает, когда вот эта королева мечей закончится, через 9 дней начинают счет с новой недели. То есть вторник, через неделю, все это закончится, и придет стабильность. То ли вы только с кем-то познакомились, будете притираться друг к другу, то ли просто вот что-то какой-то период вот не самый удачный, да, начался. И поэтому будут тут некие разногласия между вами и партнером. В плане денег, что у вас? Двойка пентаклей на эту неделю. Только что он делал гороскопную месяц, и там вот эта двойка пентаклей уходила. Видимо, только вот одну недельку вам еще потерпеть. Вот это нужно будет с двойкой пентаклей. Ну, карта, деньги приходят, уходят, денег не хватает, хочется больше, чем есть, да. Не так все устраивает, не так все вот как хотелось бы, чтобы было в плане там финансов, вот. Но потихонечку, потихонечку, потихонечку все будет нормализовываться в лучшую сторону в любом случае. Вот, и по учебе и ответ вы получите. Просто вот нужно подождать. Здесь даже, возможно, с вторника, либо, ну да, получается, с вторника уже будет ситуация на улучшение идти в плане финансов. С вторника этой недели, вот, на которую я делаю, да, гороскоп. Так, и фон недели. Шестерка кубков. По-моему, эти карты у вас выходили на месяц, кстати. Ну, там была другая колода, на странность. Ну, карта говорит о том, что объединение идет с семьи, да, там бабушки, дедушки, может быть, встреча с родственниками, близкими людьми, может быть, кто-то из вас будет вступать в отношения, кто-то поедет на какое-то красивое свидание, встречу, кто-то вспомнит какую-то красивую историю любви, либо дружбы, да, там, вспомнить было и с другом подругой, как было раньше, вот. То есть здесь в любом случае приятное времяпрепровождение вам гарантировано на эту неделю. Тельце, любовь. Так, перевернута королева жезлов. Я ничего не хочу делать, я ничего не слышу, ничего не вижу, мне ничего не интересует. Почему-то закрываетесь, скрываете свой потенциал. Я не хочу на этой неделе себя показывать. Я хочу просто посидеть молча. Я хочу просто отдохнуть, я от чего-то устала. Я не хочу никуда выходить. По правосудию, ну, я вижу, что что-то... Вы как сами решите, короче, из дома выйти? Вас тут и погулять позовут, и навстречу, и так далее. Ну, лучше, конечно, не отказывайтесь ни от каких там прогулочек, встреч. Вам надо что-то съездить, развеяться, классно провести время, это вам нужно. Но именно вот формат заставлять, он вам не нужен, потому что он на вас очень плохо отразится, соответственно. Так что, подытожим, да. Я вам все-таки советую выйти на этой неделе из своей зоны комфорта, и дать шанс и мальчикам, и девочкам на вас посмотреть, и на свиданки походить, и время классно провести, и не сидеть дома. По деньгам у вас что? Разочарование. Ну, здесь неожиданные траты, я думаю, будут, и что-то незапланированное. Что-то еще там, допустим, понадобится. Вы там отдали за стиральную машинку 40 тысяч, а вам говорят, еще там десятка доставка. Такие, ну, сколько можно вообще? То есть, ну, у вас будет просто состояние, что, господи, ну, я уже устала или устала. Отдаю, отдаю, отчисляю, 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 когда это закончится, чтобы я уже не отчислял или не отчисляла деньги. Вот. Общий фон. Влюбленные. Прекрасная карта на эту неделю. Я говорю, что вам надо идти на свидание. Уделяйте внимание своей второй половинке. Проводите на этой неделе время вместе как можно чаще. Собирайтесь в какую-то поездку, куда-то летите, ехайте. Обязательно. Вам нужно прям поезжайте. Вам надо провести время вместе, потусить, развлечься. Новые эмоции вспомнить. Какие-то там времена, может, кто-то что-то вспоминает. То есть, вам это нужно. Просто необходимо по влюбленным. Новые эмоции. Дайте людям зайти в вашу жизнь. Дайте им, позвольте им это сделать. Так. Фон. Карта повешенного. Фон недели повешенный. Приня, здесь у меня там тити-мити не видно. Вроде не видно, как я поворачиваюсь. Так, карта умеренности еще у меня тут выходит на вас. Карта говорит, что вы устали от какой-то стагнации. Что у вас жизнь протекает рутинно. Вы как будто вот не живете эту жизнь, а существуете. Пора вносить краски. А чтобы внести новые краски, нужно, ну, соответственно, дать себе выход, да. Три, три. А что, это у меня уже кто пошел-то? Повешенную я вам достала еще девы. Ой, это тельцы. Ну, вот я вам оставляю тогда эту карту, тельцы. Значит, вам надо было еще одну карту. Ну, то есть, давайте эмоции людям. Не сидите, не пердите дома, мои сладкие. Девы, любовь. Так, дева, у вас на любовь выходит рыцарь Пентакли. Что-то вы ожидаете вы. Причем ожидание результата. То есть, вы на кого-то положились, на что-то вложились. Здесь конкретно я чего-то жду. То есть, я уже знаю ответ, я жду результат. Я жду просто там получения документов, получения какой-то информации. Просто жду вот результата. Какого-то, может быть, пакета бумаг, еще чего-то. То есть, здесь конкретно я жду результат. И вы его получаете на этой неделе. Плани любви. Какой-то, может быть, ответ. Для кого-то приятно, для кого-то не очень. Здесь идет результат. Умеренность, причем очень долго ждали. Очень долго что-то у вас там тянулось. Не могло никак дотянуться, блин. По деньгам у вас что? Хорошее денежное поступление. По жезлов. То есть, насчет денег вам кто-то напишет, позвонит, вас уведомит. Все предупредят, все скажут насчет денег. Это не будет сюрприз из ниоткуда. Да, то есть, вот почему-то у вас такая карта и такая информация идет. Фон. Семерка мечей. У вас, где вы, по-моему, не в первый раз, и не только в этом раскладе, опять вот эта семерка мечей выходит. Кто вас там все обмануть пытается, я понять не могу. Кто вас там все обманывает, что-то деньги забрать ваши хочет. Воспользоваться вами, вашими финансами, вашим положением, вашим успехом. Что-то, вот, прям все от вас что-то хотят. Одни вы что, вообще ничего, одни вы устали. Просто устали. У вас со всех сторон. И там, и тут. Вашу маму, и там, и тут, да? Как в мультике. Вот. Ну, типа, показывают это. Поняли? Я простоквашина. Ну, мы-то понимаем, о чем тут идет речь. Вот, собственно. Ну, как раз обложечки мне подготовили. Вот. Короче, поосторожнее, моя хорошая. Овная, любовь. Паш Мечей, ты посмотри, а? Паш Мечей, а что такое? Овна, почему? Что случилось? Почему Паш Мечей? Какая-то агрессия. Все вы, мужики, одинаковые. Все вы, женщины, одинаковые. Да, 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 да. В особенности у мужчин такое. Все вы одинаковые. Я ухожу. Че ты уходишь? Куда ты уходишь? Правосудие, восьмерка Пентакли, шестерка, десятка жилов. Ты, боже мой, тут я лучше буду работать, но я не буду вот здесь вот находиться. Вижу ваш психоз. Ладно, мне там написали. Все, пока-пока шучу. Ну да, че-то, мужички, вы напсихуетесь, конечно. А потом поймете, что вспылили, и я хочу поговорить. Девчонки так же. Но девочке к вам тут мужичок придет сам поговорить. А вот вы, мужчины, пойдете сами говорить к девочке. Не знаю, вас что-то взбесят. Что-то касается работы. Что-то тут связано с документами. Либо рост там. Может быть, кто-то, может быть, ваша партнерша, у нее рост карьерный. Вы позавидуете ей, что ли? Или там девчонка, которая вам нравится, у нее там лучше по финансам. И вы вот прям и устроите разбор полетов. По деньгам, че? Хорошо. Здесь идут разговоры. Эта неделя у вас про разговоры. Про договариваться, там, по работе. Когда, о чем мы будем в итоге работать. Когда, там, что, чего, короче, куда мне ехать. Когда деньги, когда это, когда то. Вот у вас пора разговоры. Но очень выгодные, удобные, правильные разговоры. Они начнутся со среды. Либо в среду уже закончатся эти разговоры. То есть уже будет конкретик. Уже чего-то, чего-то примите решение. Фон недели. Шестерка мечей. Либо откуда-то уезжать будете. Бежать, я бы даже сказала. Либо куда-то поедете. Ну, как будто надо. То ли к маме с папой надо. То ли на работу надо поехать. Там что-то опять без меня происходит. Да. Тут по дьяволу вынужденная какая-то неприятная у вас поездка на этой неделе намечается. Вы такие. Не хочу. Вообще не хочу. Куда ехать? Ничего не хочу. Левой, любовь. Левушки. Четерка мечей у вас. Четверочка мечей. Которая говорит о новой жизни. Но при этом внизу колода у вас еще дьявол лежит. Я вам скажу так. Вы можете и на этой неделе вступить в отношения. В течение четырех дней, четырех недель, четырех месяцев вы будете в отношениях. Но посмотрите поосторожнее. Потому что по дьяволу это идет то ли плотские какие-то утехи отношения, которые в которых вас не ценят, не до конца понимают. Вам бы разобраться вообще, кто вы друг для друга, в каких вы статусах. Хочет ли того же человек, что и вы, ну на правильном ли вы пути, в одну ли сторону, да, вы смотрите, в одном ли направлении вы идете. Потому что здесь как будто пути вот немножечко расходятся. У вас одно, у человека другое. Вот. И могут быть разногласия. Поэтому об этом нужно поговорить. Обязательно вот это все обсудить. По деньгам у вас что? И с новыми, и с старыми. Ой, хорошо. Рыцарь копков это хорошие какие-то информации и денежные поступления. То есть кто тут что ждал, на этой неделе у вас результат будет. Прям результат. Причем даже вот кто ждет какого-то предложения, тут какое-то крупненькое такое, хорошее будет. На самом деле. Приятное предложение. Приятный бонус еще, да, так сказать. А фон у вас какой? Да что ты будешь делать? Фон недели вы сами. Король жезлов. Ну, на этой неделе, конечно, у вас будут преобладать вот эти энергии огненные. Именно мужские огненные энергии. Придется очень много брать на себя ответственности. Очень много принимать решений. Все быстро здесь. Сейчас нет времени там на подумать. На ля-ля тополя. То есть вы будете очень быстро действовать. Но здесь еще есть момент разочарования в какой-то императрице и верховной жрице. В двух каких-то женщинах разочарование у вас будет. Может быть это мать и какая-то советчица ваша. Может быть это ваша гадалка какая-то, да. Может быть по верховной жрице это придадут ваш секрет. Расскажут, да, при таком сочетании карт. Вот, поэтому будьте поосторожнее. Либо обесценится в ваших глазах какая-то девочка. То есть вы ей доверяли, она вам нравилась. Вы думали, она такая идеальная, такая классная. А тут вы узнаете, что они все так хорошо и гладко, да. Слишком вы наделили человек качествами, которыми он не обладает. И вот у вас будет такая мужская агрессия такая. Фыркать будете. Возможно, вам намекнет на вот это предательство кто-то из вашего окружения. Овин Лев, стрелец-мужчина. Стрельцы, любовь. Троечка кубков у вас, стрельцы. На любовь выходит, троечка кубков. Тройка кубков на любовь говорит о том, что знакомства будут, и они могут произойти на мероприятиях любых. Да, в ресторанах, клубах, в театрах. В любом месте здесь, в принципе, может произойти встреча. Но по легкости. То есть тройка кубков, она не про серьезность. Она про какое-то времяпрепровождение, как друзья для момента, да. Ну вот, есть такие люди, которые зовут там чисто потусить, развлечься и потом пока-пока. И вот здесь такой же момент. Не вижу продолжительности. Я вижу, что вас куда-то зовут, приглашают. Вы нравитесь. Но конкретику я не вижу здесь, на этой неделе у вас. По деньгам. Что? Ой, у вас множество по семерке кубков вариантов и для заработка, и для выхода из какой бы то ни было ситуации. То есть вам нужно только принять решение. Что для вас будет более правильным, важным сделать, да, как поступить надо? Что нужно сделать? Вот. Потому что по иллюзиям вы очень долго что-то думаете, очень долго взвешиваете, хотя вариантов действительно много. Но какой из них правильный, пока не попробуешь, не узнаешь. Тут взвешиваю, не взвешиваю, вам пора уже принимать решение. Фон. Фон недели десятка кубков. Это либо встреча с родными, близкими, пойти на свидание даже со своим мужем, с женой, да, вспомнить былое. То есть тут приятное времяпрепровождение, укрепление отношений в семье, с родственниками, с близкими людьми. Вот. Примирение, возможно, да, то, что я вначале говорила, там с кем-то поссоритесь. Вот, соответственно, примирение будет также на этой же недельке у вас. Рыбки, любовь. Вау. Девятка кубков это прекрасная карта на любовь и отношения. В принципе, говорящая о том, что вы интересная личность, красивая личность, да, на вас обращают внимание. И также на этой неделе кто-то за вами будет наблюдать. Возможно, у вас появится тайный поклонник на этой неделе. По деньгам. Ну, и те, кто в отношениях, так же все хорошо и стабильно. По деньгам у вас выходит карта силы. Очень хорошая карта на работу, на учебу. Карта, говорящая о том, что вас окружают верные люди, что в работе, что по учебе. Понятное дело, что, может быть, не все, да, мы не будем его общать. Но в любом случае, эта карта говорит о том, что вам очень многие готовы помочь, подсказать, вас направить. Сделать так, чтобы вас, ну, точно не обманули, ну, точно, чтобы у вас все получилось. Очень много доброжелателей. И вы тут прям по-умному как-то с кем-то выстроили отношения, что вас человек еще и любит здесь. То ли у вас романчик какой-то рабочий, то ли просто вот, ну, подружку, что ли, сели друга нашли на работе. Вот, фон недели, то с мечей. Решение какой-то ситуации, да, принятие решения, окончательный вердикт, вынесение, приговор. То есть решение будет принято на этой неделе, какой-то серьезный разговор, поставить точку, отрезать что-то, каких-то людей, закончить с кем-то общение, возобновить общение. То есть принять важное решение вам надо будет на этой неделе. Вы с этим справитесь. У вас все в любви стабильно. У вас девятка пентаклей, правильно говорю, выходит. В любви все очень хорошо, стабильно. Ну, единственное, наверное, хочется вам сказать о том, чтобы вы не забывали про своих близких людей, потому что здесь идет какая-то девятка пентаклей. Это когда мне хорошо с самой собой или с самим собой. У меня все круто в жизни и классно складывается. И мне, в принципе, никто и не нужен. Но не забывайте о людях, которые вас любят, которые вас ждут. Потому что, ну, вы можете просто потерять контакты с людьми, которые вам не безразличны, с которыми вам не хотелось терять, соответственно, контакты. В плане денег. Туз Жезлов. Это очень хорошая карта на деньги. Очень хорошая карта на деньги. На этой неделе вы очень много будете куда ездить, что-то делать, силодвижения. Очень надо будет быстро, четко принимать решения волевые. Да, и также Туз Жезлов говорит о новых предложениях, о новых возможностях, новых шансах. Вот. Так что не упустите их. Они, скорее всего, будут в воскресенье, переходящий в следующий понедельник. Так, прям вот шквал предложений будет сыпаться. Фон недели. Фон недели у вас водолевицы и близнецы мужчина. Да. Некий король мечей. По дьяволу. Здесь либо возвращение из прошлого, либо будьте вот с этим мужчиной поосторожнее, потому что идет здесь для получения своей выгоды. И да, точно, для получения своей выгоды. То есть по дьяволу, в принципе, это мог бы быть и обмен какой-то финансовый. Давай я тебе, но и ты мне тоже что-то. Нет, здесь прям идет и по разбитому сердцу. У вас кто-то будет пытаться обмануть, да, подставить, чтобы получить выгоду себе. Кто-то, может быть, этот человек правослух пускает неприятный, вот, который потом на вас отразится. Скорпиончики, любовь. Да, что ты будешь делать? Шестерка жезлов. Карта побед, карта встреч с друзьями, мероприятий. Возможно, вы со своим партнером, партнершей, мужем, женой пойдете там на какие-то совместные тусовочки. Классно будете проводить время. Также у вас есть знакомства, но тоже на мероприятиях. То есть надо выходить из дома. Здесь не по интернету. Здесь офигенные знакомства в жизни. Причем любовь с первого взгляда. Попажу кубков, да, когда вот загорелись, влюбились. Все, и теперь не могу прям ее или его забыть. По деньгам у вас. Туз кубков. Карта наполненности. Я люблю свое дело. Я рад или рада тем финансам, которые я зарабатываю, получаю. У меня все так офигенно в жизни складывается, что ну, как может быть хуже, если все офигенно и будет только лучше. Но вот вообще ничего на этой неделе не будет говорить о чем-то плохом. Долгожданные кому-то здесь предложения поступят. Боже мой. Туз кубков это шансы. Это любовь. Это чувство. Это когда, ну на, держи, ну заслужила же. И такие, да ладно, ну не надо, ну это же так дорого. Или, блин, ну зачем вы это для меня сделали? Я теперь буду себя чувствовать должным или должной. А он скажет, давай все, иди. Ты вообще офигенный сотрудник или сотрудница. И все у тебя должно быть вот только так. Ты не то, что даже заслужила или заслужила. Мы обязаны были для тебя это сделать. Деньги, возможно, получение больших денег, да. Фон недельки. Верховная жрица. Ну вот на этой неделе надо быть поосторожнее. Либо кто-то вам вручит тайну свою, да. И как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Там какую-то тайную. И вы там сообщником в каком-то деле становитесь. То есть здесь вот поаккуратнее. Здесь кто-то на вас взвесит свой груз ответственности. Здесь кто-то вам расскажет там свою тайну. Или вот, ну, какую-то информацию. Вы будете думать, да что мне теперь с этим делать. Хочется рассказать или поделиться. Или просто, блин, хочется я вообще об этом забыть. Не знать этого. Ну, теперь мне прям тяжело с этим жить. То есть вот какое-то такое у вас будет состояние. Да. Мужчина какой-то на вас это все взвесит, эту информацию. Либо вы сами, если смотрит меня мужчина-скорпион, и на кого-то взвесите эту информацию. То есть если мужчина, то вы. Если вы девочка, то на вас какой-то мужчина взвесит эту информацию. О, может кто-то покаяться, расскажет о своем заболевании там каком-то. Кто у меня там остался? Водолеи, Любовь. Так. Козероги, девы, тельцы. О, нулевы, стрельцы, рыбы, раки, скорпионы. Да, Водолеи, Любовь. Водолеи, Любовь. У вас Дьявол вышел. Дьявол. Ну, секса очень много на этой неделе, конечно, будет. Здесь вас могут и покупать. И вот тоже аккуратнее ходите на свидания. Почему-то на этой неделе будут приходить люди, которые будут там говорить, что ты мне должна там пососать за цветочек, или там шпилевули за ресторанчик. То есть здесь вот какой-то такой моментик проходит. Да, что я хочу что-то получить взамен за то, что я тебе подарил, подарил, или вот как я за тобой ухаживаю. Здесь нужно поосторожнее быть. То есть если вы хотите серьёзных отношений, на этой неделе сразу, ну, будьте просто... заплекается язык. Специально так сказала. Не заплетается, заплекается. Будьте покатегоричны. Вот. По деньгам у вас что? Паш, Пентакли. Хорошие денежные поступления, но в небольшом количестве, либо по чуть-чуть частями. Вот, собственно. По чуть-чуть частями. Будете получать, 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 получать. По чуть-чуть. Предложения тоже будут по работе, по учёбе, но... Ну, по правосудию, вот на что вы работали, на что претендовали, всё, сколько усилий приложили, то и получаете на этой неделе. Если ничего не сделали, ничего не получаете. Чуть-чуть, чуть-чуть получаете. Вот такая у вас неделька. Фон. Скандал. Скандал, пятёрка жезлов. С кем-то будете выяснять отношения. Непонятные причём здесь какие-то отношения. Кому-то придётся здесь отдать деньги, вернуть деньги. Либо вам вернуть, либо вы должны будете кому-то вернуть деньги. Кто-то будет говорить, угрожать вам, может быть. Может быть, вы кому-то будете угрожать. Здесь по правосудию. Вот если вы нормальный, законопослушный гражданин, и всё, ну, как бы за мной нет греха, вы кому-то будете угрожать. Человек испугается, вам здесь вынесёт что-то вот. Короче, то, что вы хотите, вам отдаст и даст. Вот, если же вы где-то там проебались, то вам придётся на эту неделю свою жопу прятать. Весы, любовь. Карта отшельничества. На любовь выходит у нас. Карта отшельничества. Ну, есть тут кто-то, кому вы нравитесь. Есть, но этот либо человек, который вам, ну, вы его рассматриваете, но как бы, типа, пообщаемся ещё через две недели. Вот что-то, кто свободен, связанное с любовью у вас, нормальное уже намечается, нормальное. Те, кто в отношениях, здесь без изменений, всё. Единственное, здесь может быть расставание с козерог-деватель-цемужчиной. Потому что устал он от вас почему-то. По деньгам у вас луна. Мутные какие-то непонятные у вас отношения с деньгами почему-то складываются. То, что вы что-то жлобитесь. Всё, у меня уже камера не работает, ничего, блин, не работает. Всё. Отдыхать мне пора. Короче, по поводу работы у вас выходит карта луны. Вообще, вам стоит здесь, если вы на этой неделе будете иметь дело с козерог-деватель-цемужчиной, рыбарак-скорпионом-женщиной, у вас здесь получится реализовать задуманное, добиться желаемых успехов. Либо прислушайтесь к советам вот этих двух людей. И тогда у вас получится. Всё там, что вы задумали. Вот. Иначе вы так и будете сидеть в своей луне. Непонятный чё. Фон недели. Ой, восьмёрка жезлов. Очень много про переписки. Очень быстро куда-то что-то будете передвигаться, ехать, лететь. Постоянно куда-то будете торопиться. Восьмёрка жезлов. Это карта. В моём случае всегда проигрывает с моими клиентами как переписки, сообщения, смс-созвоны, так ещё и быстрые движения, быстрые решения. То есть вот я еду, вам звонят, говорят, так ты рядом, сможешь подъехать. Вы такие, ага, конечно, сейчас через 15 минут. То есть быстро-быстро-быстро всё решать будете. Очень много телодвижений. Водолеевися и близнецы. Любовь. Близнецы, вы почему-то у меня от любви закрыты. У вас почему-то тема любви на этой неделе не интересует. Вы обнуляетесь. Кто-то выходит из отношений. Кто-то понимает, что не там я ищу свою любовь. Не в всех местах. Да. По рыцарю жезлов слишком много инициативы от меня идёт. Пора подубавить пыл. Поменьше инициативы исполнять. Да, потому что от меня все уходят. Меня как-то не воспринимают. Надо мне больше не наседать на других людей. И вы на этой неделе будете проходить страшный суд. И на следующий по правосудию уже что-то заслуженное получите. За то, что осознали. А те, кто в отношениях, тут убыточные отношения. Что в финансах, что в любви. Ну, больше тут. Тут либо кто-то один теряет, либо его потеряют. И время, и деньги. В плане денег, что у вас. Карта смерти. Это карта трансформации. Двойка жезлов. Двойка жезлов. И тройка жезлов тут рядом. Ну, смотрите. Я думаю, на этой неделе вы будете строить планы по работе, по финансам. А на следующей уже все будете реализовать. На этой неделе, может, что-то с бумажками повозитесь. Куда-то что-то доедете. Отвезете туда-сюда. А вот в следующей неделе уже реализация будет. Всего, над чем вы будете трудиться на этой неделе. Фон. Восьмерка Пентаклей. Либо куда-то поступите. Либо новая работа, да, займетесь. Либо поступление в ВУЗ. Либо здесь долгожданное сообщение, письмо о переводе там каком-то. То есть здесь получение долгожданной информации, либо начало нового дела. Я что-то изучаю, чему-то новому учусь. Еще может быть такое. Это то, что вам в дальнейшем будет приносить доход, успех, тоже и финансовое благополучие. Что он у меня вечно перевернутый, этот рыцарь-мечик, господи. Я как колоду не возьму, вечно он тут мне попадается. Да, в дальнейшем очень вам поможет. Особенно если вы в офисе планируете работать или в каком-то здании, или для покупки чего-либо. Здесь вот тоже нужна будет информация, которую вы на этой неделе получите. То есть это либо обучение будет, либо информация. Очень важная для вашей перспективы будущего. Не отказывайтесь. Всех вас очень люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok